Саламу алейкум, ва рахматуллах, ва баракату Братья, вам не стыдно писать такие комментарии Бойтесь Аллаха, да? Это наш брат больной, болен Сделайте для него дуа Ва рахматуллах, ва баракату Дорогие братья и сестры Альхамду лиллах, мы открыли для женщин Место для хиджама Также хотели для первых Кто посещает наш центр хиджама Для женщин, номер видите на экране Сначала ролик посмотрите до конца А потом, иншаллах, продолжим Как добраться до нас Саламу алейкум, ва рахматуллах, ва баракату Как к нам попасть С остановки, конечно, остановки Микророма 1 мая К женскому помещению Как вы ходите, вот так и направляется вон туда Вот тут пешеход Выходите Вот так как вы ходите с маршрутки И ведешь прямо Вот так прямо, иншаллах, идешь В этом здании, которое вы видите справа Кипичный вот здесь И вон дальше пройдешь, иншаллах Вот тут рядом детские площадки, дети играют Так проходите Просто смотрите внимательно, чтобы не забыть Вот так пройдете Дальше вот так пройдете Вот тут справа Справа продуктовый магазин И дальше можете пройти А вы пробовали? О, мы тут не нахрене надели Другими имя корпуса Вот так пройдете Вот тут дверь открыта Видите? Коуоркинг написано Вот здесь Вот салон красоты Вот так поднимешься По лесенке Можно вот так пройти Может мне мешало Как пройти За мной наблюдать И так же номер телефона Который видите на экране Ну, а хамойки, дорогой экран Мне Метрофакатзаракосангзан Только можно женщин позвонить По этому номеру телефона Который написан для женщины хиджама А справа для мужчин хиджама Написано это Москва А снизу для Терембурга Пожалуйста, прошу вас всех Поддержите это видео Поделитесь, чтобы и наши свистерки видели Так, пойдем еще облом Можно запускаться Тут ужасно, было грязно Почистили Смогли Прорежать все походим Потом магазин Вот так можно пройти Так, пойдешь Возьмите манитян Информации Вот так Напротив Видите там Как-нибудь Желтый фон Так, пойдете Вот она Тут у нас чуть-чуть Варенька грязная И вот здесь Вот это плакат Видите Вот здесь Женская дверь Для женщин Паузу сделай, брат Может вот так зайти Пожалуйста Тут Малейка идет Только открыли Уборка идет Товары Развешиваем Посмотрите Справа Есть Продукты Для женщин Или для мужчин Можете Можете позвонить И заказать Можно по почте Отправить Можете Субтитры 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 Слава Алейкум, Вархмату Аллах и Тааля, Ва Баракату, дорогие братья и сестры. Мы открыли для женщин место для хиджама. Также хотели для первых, кто посещает наш центр хиджама для женщин, номер видите на экране. Сначала ролик посмотрите до конца, а потом продолжим, как добраться до нас. И также, кто приходит на хиджаму, иншаллах, мы хотим подарить им коврик для намаза. И также хотим подарить для них эпидемию пасты, иншаллах, кто посещает место. Она также полезна для женщин и для мужчин. Информацию полностью оставлю в описании, для чего она полезна. Также, иншаллах, посмотрите ролик до конца, увидите, иншаллах, много чего интересного. Что я хотел сказать по поводу того, что наш брат один болен. Пусть Аллах дарует ему шифа. Многие пишут негативные комментарии. Побойтесь Аллаха. Молитесь Аллаха, чтобы Аллах вам не сделал такое же испытание. Бойтесь Аллаха. Субханаллах. Это мучение, когда человек испытывает это в себе, тогда и поймет. Допустим, что человек, когда попадает в аварию, сломает руку или ноги, он понимает, как чувствует боль. А когда мы слышим это, да, он попал в аварию, так. Но мы не чувствуем его боли. Поэтому не будьте таким злым и не пишите такие негативные комментарии. Сделайте для него дуа, чтобы Аллах исцелил его. Аллах даровал ему шифа. Также, каждый братьев для своего брата, когда делает для верующего брата дуа, иншаллах, Аллах принимает его дуа. Поэтому он приходит, мучается очень, страдает от этого болезня. Сделали ему порчу, субханаллах. Иногда бывает то, что некоторые родственники делают порчу. Не знаю, зачем это все. Рано-поздно она высветится. Рано-поздно про это все узнают. Это будет позор для всех нас. То, что верующий человек, когда говорит, аль-хамду лиллах, ми мусульмане, субханаллах, как такое можно сделать? Как может сделать мама своего, как бы мама делать своему сыну порчу? Или также тёше сделать своему невестку? Побойтесь Аллаха. Все, что вам нужно, если хотите его посватать, хотите поженить его, или что-то хотите сделать, сходили, вам не давали, возвращаться нужно обратно. Не нужно сходить к колдуну, чтобы они сделали какие-то амилеты, какие-то что-то там сделали, чтобы у вас получилось это все. Рано-поздно она в 30-60 градусов перевернется. Рано-поздно они разведутся, потому что это все не с помощью Аллаха. Вы не просили у Аллаха, а просили у шайтана, чтобы он сделал вам это все. А мимо этого вы подчинялись колдунов, субханаллах. Колдун говорит, принесите нам то и все, и все, все, что просит колдун, вы это делаете. А когда Аллах говорит, что все, что тебе нужно, ты проси у меня. Аллах говорит в Коране, Когда мои рабы просят у меня, я для них ближе. Поэтому, дорогие братья и сестры, не ходите к этих колдунов. Пророк, салаллаху алейкум, говорит, кто ходит к этим колдунов и к этой гадалке, у них 40 дней не принимется мольба, дуа и намазы не принимется. Поэтому не ходите ради Аллаха, не портите здоровье других братьев и сестер. Как они мучаются, как они страдают от этого всего. Аллах говорит, кто звонит, о себе. О экстремiada episode 14 can. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok